Здравствуйте! До открытия выставки портрета и собрания музея «Панорама. Бородинская битва» таков ее был в минувшие лета, остается совсем немного времени. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию две работы. Перед нами две работы, на которых изображена дама с разницей в возрасте 20 лет. Просковья Михайловна, старшая из пяти дочерей великого полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. На первой акварели Просковье Михайловне около 40 лет. Ее портрет в середине 20-х годов XIX века написал Петр Соколов, знаменитый русский портретист, как считается, родоначальник жанра акварельного портрета. С его акварели на нас смотрят светские дамы, офицеры, генералы, участники войны XII года, декабристы и их жены. Он патриотировал столь многих, что в лицах перед нами оживает целая эпоха в истории России. Соколов писал акварелью, не прибегая к белилам и не нанося предварительного карандашного контура. Прозрачность и чистота акварельных красок делает портрет живым и естественным. Художник стремился избегать детализации в рисунке, отказывался от многоцветия, умело подбирал красочные полутона. Особое поэтическое очарование, свойственное подобным портретам, восхищает нас и теперь, по прошествии почти двухсот лет. Вторая акварель выполнена неизвестным автором в 40-е годы XIX века. В это время, а в России, акварельная живопись достигает исключительного расцвета. Во времена, когда еще не было фотографий, быстрота исполнения, возможность фиксировать образ без многочисленных и утомительных сеансов позирования, делала акварельные портреты необычайно популярны. Иметь свою домашнюю коллекцию акварелей до 1917 года считалось признаком хорошего тона и благосостояния. В ту пору было принято заказывать графические портреты близких и друзей, родных. Такие портреты сопровождали владельцев их путешествиях и дома. Их вешали на стену или ставили на стол. Эти и многие другие портреты из собрания Музея Панорамы Бородинской битвы вы сможете увидеть на выставке «Таков я был в минувший лета», которая начнет свою работу 8 апреля в Музее Героев Советского Союза и России.